Белорусская национальная кухня не может обойтись без этого восхитительного кисломолочного продукта. Сметана способна подчеркнуть вкус самых разнообразных блюд. Сегодня мы расскажем, как же она производится. Сырое охлажденное молоко в цистернах молоковозов доставляют на завод, где его тщательно проверяют на соответствие требованиям качества и безопасности. Сырье, успешно прошедшее строгую проверку, направляется на производство в аппаратный цех. Здесь оно подвергается многоэтапной обработке в закрытом цикле. Весь процесс автоматизирован и находится под тщательным наблюдением технологов, а также специалистов отдела управления качеством. От механических примесей и микроорганизмов молоко очищают на бактофуге с применением центробежной силы. Затем следует процесс нормализации, чтобы произвести сметану нужной жирности. Для этого в специальном узле молоко-сырье разделяется на две фракции – сливки и обезжиренное молоко. Далее нормализованные сливки проходят стадию гомогенизации, то есть дробления жировых шариков, чтобы каждая ложка готового продукта имела одинаковый вкус и однородную консистенцию. Затем сливки пастеризуются при температуре около 80 градусов по Цельсию и охлаждаются до температуры заквашивания. После этого они направляются в емкость для сквашивания, куда вносится специально подобранная закваска. Теперь смесь оставляют в покое. Полученный сгусток тщательно перемешивается до однородной консистенции и охлаждается при периодическом перемешивании в течение 3-15 минут. Сквашенные сливки по трубопроводу направляются в цех розлива. Там их расфасовывают на современном оборудовании в предварительно обработанные полистирольные стаканчики. Затем упаковку закрывают фольгированной крышкой, маркируют и надевают дополнительную прозрачную крышку для более удобного дальнейшего использования. После этого сотрудники завода проверяют целостность упаковки и укладывают стаканчики в транспортные упаковки. Эти короба по транспортеру поступают для дальнейшего охлаждения и созревания. Ведь полностью готовой к употреблению сметана станет лишь после прохождения этого обязательного процесса. Теперь поддоны с готовой продукцией направляются в логистический центр, откуда попадают в торговые сети и затем к нам на стол.